Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди. Биткоин пробил 9000 долларов и это было не просто пробитие. Биткоин установил новый годовой пик 9333 доллара на бинансе и 9417 на битфинексе. Также сегодня я хочу обсудить еще некоторые фундаментальные данные, которые показывают еще более бычье поведение биткоина в будущем. Ну и конечно ребята, если вам нравится такой контент, то почему бы не подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Нас уже почти 45 тысяч человек и это тоже индикатор того, что криптовалюта становится интересной. Большое спасибо за поддержку и мотивацию. Итак, мы наблюдаем, как биткоин закрепляется над 9000 долларов прямо на наших глазах. Ожидать ли коррекцию завтра, когда большинство трейдеров вернутся на торговые площадки? Ведь сегодня все-таки выходные. Конечно, после такого движения должны быть кое-какие откаты, но в целом настроение рынка не поменялось. Участники рынка до сих пор настроены на рост. И медведей за этим стадом разъяренных быков не видно. Лично я посоветовал бы вам распределить свои инвестиции в криптовалюту в два портфеля. Один портфель называем HOLD, а второй TRADE. Соответственно, портфель HOLD я не трогаю года три, а может быть и больше. А портфель TRADE использую для своих, скажем так, экспериментов на бирже. Тогда будет не так обидно пропускать такие моменты. По себе знаю. Кстати говоря, на дневных свечах это выглядит не так грандиозно, как на недельных. Какая жирная свеча! Кстати, ее называют бычий завал. Строится такая свеча тогда, когда на рынке восходящий тренд. Ее суть состоит в том, что вторая свеча должна перекрыть собой первую. При этом первая свеча должна быть нисходящей, а вторая восходящей. Если вы такое видите на рынке, это значит, что влияние покупок подавляет продажи. Впрочем, не играет особой роли то, какой таймфрейм вы используете. Дневной, недельный, месячный, любой таймфрейм выглядит по-бычьи. Видимо, пора признать, что медвежий рынок остался только в памяти и в привычках шортить. Ну и, конечно же, стоит отметить и наличие выхода из восходящего треугольника вверх. И теперь я уже точно могу сказать, что этот треугольник не был обманом участников рынка. Потому что каждый новый экстремум линии графика находился все выше и выше от нашей, скажем так, гипотенузы. Что касается объемов. Сразу говорю, рисованным циферкам на CoinMarketCap я уже давно не доверяю. Поэтому проверим объемы на другом ресурсе, который я уже когда-то вам рекомендовал. Собственно, объемы биткоина все еще находятся выше миллиарда и достигают полутора миллиардов долларов в сутки. И это представляет определенный интерес, потому что обычно на выходных объемы меньше, чем в будни. Но не в этот раз. За эти два дня вместе взятых объема было больше, чем с понедельника по пятницу. И это просто невообразимо. Возможно, это как-то связано с БАКТ. Ведь 22 июля БАКТ начнет тестировать биткоин фьючерсы. Что, по словам их операционного директора, привлечет институциональных инвесторов. В общем-то, всем известно, что существуют риски, которые пока не дают криптовалютам широко распространяться. А БАКТ обещает такие риски устранить. Возможно, именно такие новости и вселили оптимизм в душе трейдеров и инвесторов. И теперь сразу же вспоминается канон. Бычьи новости вообще никак не влияют на медвежий рынок. Это мы с вами уже проходили, знаем. Теперь вспомним, что вот на бычьем рынке хорошие новости действуют как порох. В принципе, это можно считать чем-то вроде индикатора того, что мы находимся на бычьем рынке. Но тут, конечно, тоже нужно понимать разницу между бычьим рынком, бычьим забегом и фазой накопления. Очевидно, фаза накопления всегда находится между медвежьим и бычьим рынком. Ну или наоборот. Вот вам пример фазы накопления на графике. И, честно говоря, то, что я вижу сейчас на рынке, все еще похоже на фазу накопления, лично для меня. Настоящий бычий рынок – это когда все испытывают нереальную эйфорию. Домохозяйки начинают продавать сковородки, чтобы вложиться в криптовалюту. Звонит дедушка и спрашивает, внучок, а как продать мои золотые зубы, чтобы купить биткоин? Вот это настоящий бычий рынок. Короче говоря, такого не случится до тех пор, пока биткоин не пробьет 20 тысяч долларов снова. Правда, кому-то кажется, что 10 тысяч долларов – это уже тот самый психологический барьер, пробитие которого всколыхнет все сообщество. Ну не знаю, мне кажется, что все-таки взятие новой исторической вершины станет той искрой, которая и превратится в огонь настоящего бычьего рынка. Вы только представьте, какой это будет подзатыльник всем тем, кто хоронил биткоин, кто уже его похоронил. Весь мир видел крах главной криптовалюты на 85%, стагнацию и агонию. Все это было практически в прямом эфире. И также весь мир увидит, что биткоин может в камбэк. И причем не просто вернуться к старому, а стать еще сильнее. И куда денутся все эти скептики? Вот именно тогда и начнется настоящий параболический рост. И скептики будут чувствовать синдром упущенной выгоды. Как это не печально? Кстати, есть еще одна интересная мысль. Binance прекратит обслуживание резидентов США в сентябре. Я не буду углубляться в эту новость. Давайте перейдем к последствиям этой новости. Учитывая то, что Соединенные Штаты Америки это 24% объемов торгов биржи Binance, неудивительно, что вчера альткоины посыпались. Особенно Binance Coin. Как мы видим, альты сели не только по отношению к доллару, но и по отношению к биткоину. Далее можно заметить, что в это же время выросло доминирование биткоина. Еще очень важно посмотреть на курс тезера, который в долларах не испытал ничего негативного и позитивного во время всех этих процессов. Зато просел по отношению к биткоину. А это значит, что слив альткоинов на фоне негативных новостей от Binance и США происходил не в пользу тезера или других альткоинов. Люди просто переходили из альтов в биткоин. И вполне вероятно, что именно поэтому мы увидели такой рост биткоина. Но это просто теория. Хотя мне кажется вполне правдоподобная. А теперь перейдем еще к паре графиков, которые также показывают, что биткоин настроен по бычье. Первый график это хешрейт сети биткоина. В общем-то еще никогда за всю историю биткоина его хешрейт не был настолько высок, как сегодня. Это новый исторический хай, ребята. Что это значит? Это значит, что сеть биткоина еще никогда не была такой безопасной и защищенной, как сейчас. И это приводит нас к выводу, что именно сейчас сложнее всего проводить любого рода атаки на сеть биткоина. Типа двойной траты или атаки 51%, ну вы знаете. И второй фундаментальный график, мы с вами уже как-то обсуждали его, это активные пользователи сети биткоина. Но тогда я не сказал, что их количество находится в восходящем тренде. Конечно, исторический хай график еще не взял, но тем не менее приятно осознавать, что все больше людей пользуется биткоином. Именно пользуются, а не спекулируют. На этом у меня все. Завтра, когда трейдеры вернутся с выходных, будет очень интересный день, на основании которого мы сможем наконец сделать выводы о том, что нас ждет дальше. Но я поздравляю вас, если у вас есть биткоин. Вы молодцы, красава. Заслужили этот профит. А меня зовут Богатейший Ди, комментируйте, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, на телеграм, переходите на сайт exchangesumo.com, все ссылки будут в описании. И не забывайте, что делать, зарабатывать и богатеть. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин